Крупнейшая в Китае компания онлайн-вызова такси вышла из тени. DDQID первая получила рецензию на работу от шанхайского правительства. Без благословения власти платформа работала больше года. Наши корреспонденты продолжат тему. Сервис DDQID, работа которого основывается на одноименном приложении смартфона, всегда считался частью серого рынка. Во многом потому, что многие водители ездят на собственных авто, а закон запрещает возить пассажиров за деньги на личных машинах. Но это единственный способ справиться с нехваткой такси на дорогах, говорят в руководстве DDQID. В Китае на дорогах достаточно машин, и местами в них нужно делиться. Спрос на это есть. Мы надеемся, что вызов такого транспорта онлайн станет более экономичным и простым способом перемещаться по городу. Мы хотим помочь частникам получать заказы и комментарии в онлайне. Нам кажется, что предоставление высокого качества сервиса станет для них новым способом зарабатывать деньги. Теперь компания должна будет проверять квалификацию водителей и заключать с ними рабочие контракты. Полную историю водительского стажа каждого из них обещают разместить внутри приложения. Там же появится и специальный раздел для жалоб пассажиров. Но самое главное, DDQID обеспечит каждую из машин страховкой, которая будет покрывать расходы размером до 6 миллионов юаней, если произойдет несчастный случай. Это преимущество компании по сравнению с конкурентами, среди которых американский гигант Uber, а также местные Шэньчжоу и Идао. В шанхайской администрации говорят, что готовы предоставлять больше лицензий. У компании, которые подадут нам свои документы, должен быть определенный объем зарегистрированного капитала. Кроме того, они должны пообещать следить за своими машинами и водителями, предоставлять качественный сервис. Мы гарантируем получение лицензии в случае соответствия нашим стандартам. Шанхай стал первым городом, который решил предоставлять подобные лицензии. Местные власти будут инспектировать работу компаний. А компании должны взять на себя ответственность за инспекцию водителей машин, говорят чиновники. Мне кажется, это хорошо, исследовать, каким образом можно управлять рынком вызова частных машин, насколько его можно регулировать, не убивая полностью. Так что опыт любого города будет полезным для других населенных пунктов. Исследование в Шанхае будет особенно ценным, потому что здесь живет столько людей. Диди Куайди – это результат неожиданного объединения бывших конкурентов. Диди и Куайди поддерживаем их, соответственно, компаниями Tencent и Alibaba. Они взяли под контроль 80% рынка в Китае. Но потенциал для расширения большой. Несмотря на то, что в Шанхае сейчас 50 тысяч такси, их не хватает в часы пик и при плохой погоде. Легализованные частники могли бы заполнить эту нишу, считает власти города. Анна Снегевич, CCTV.